It's time! Организация UFC сегодня получила официальное уведомление от антидопингового агентства Соединенных Штатов о потенциальном нарушении со стороны Ислама Махачева, связанного с употреблением запрещенного вещества мельдония. Проба была получена в результате внеплановой проверки, не приуроченной к выступлению спортсмена. В соответствии с антидопинговой политикой организации UFC, Махачев получил отстранение от боев до выяснения обстоятельств. В свою очередь, наш боец сразу после инцидента также опубликовал свое заявление, суть которого сводится к тому, что Ислам не применял никакие препараты, содержащие мельдоний после 1 января 2016 года, то есть даты его запрета, а его отстранение от поединка принято UFC исключительно как мера предосторожности. А нам остается только ждать результатов разбирательства в этом вопросе. Андрей Корешков успешно провел первую защиту своего титула чемпиона Белата в полусреднем весе. Андрей Корешков 23 апреля на турнире Белата 153 провел свою первую защиту титула чемпиона Белата в полусреднем весе против недавно подписанного в организацию бывшего бойца и экс-чемпиона UFC, правда в легком весе, Бенсона Хендерсона. Сам бой, несмотря на некоторые опасения фанатов, прошел просто с подавляющим преимуществом омского бойца и по итогам пяти раундов все судьи единогласно зафиксировали победу Корешкова. Я доказал, что чемпионы Белата не хуже, чем чемпионы UFC. Победа над Бенсоном Хендерсон для меня большое достижение. Я очень рад тому, что победил бойца высокого уровня. Я доказал всему миру, что могу драться и побеждать любого, кто выйдет со мной на бой. Мы знали, что я буду больше по размерам, чем он. Он поднялся на дивизион выше, а я дрался в этом весе всегда. Да, Бенсону нужно выступать в легком весе. У меня было ощутимое преимущество в размахе рук и в весе. Я мог держать его на дистанции и перебивать в стойке. Но я небольшой боец для полусреднего дивизиона. И с другими бойцами у него могут возникнуть еще большие проблемы из-за разницы в размерах. Президент Беллатер Скотт Кокер заявил, что не знает, в каком весе свой следующий бой проведет Хендерсон. И что инициатива выступить против Корешкова исходила именно от Бенсона. При этом отметив. Это был тяжелый бой. Бенсон принял множество ударов. С самого начала было видно, что он гораздо меньше, чем Корешков. Корешков это не шутка. Он очень силен и очень жестко бьет. Он бьет сильнее с каждым ударом. Вы видели этот бой? Он был явно односторонним. Так что посмотрим, что Бенсон думает делать дальше. В апреле случилось долгожданное для многих фанатов у нас в стране возвращение в октагон после двухлетнего перерыва Хабиба Нурмагомедова. Пропустивший последние два года из-за различных травм Хабиб Нурмагомедов свой последний бой перед турниром UFC on Fox 19 провел аж 19 апреля 2013 года против действующего чемпиона UFC легком весе Рафаэля Дусанеца. 17 апреля нашему бойцу должен был противостоять один из топов легкого веса Тони Фергюсон, но незадолго до турнира по причине травм американцу пришлось сняться с поединка. На замену, как всегда в таких случаях, готов был выйти Дональд Сироны. Но UFC забанило его кандидатуру, сославшись на то, что у ковбоя уже был анонсирован 19 июня поединок в Оттаве против Патрика Кате. В результате руководство UFC смогло найти и выставить на замену Фергюсу на его земляка Даррела Хорчера, для которого этот бой стал дебютным в UFC. В итоге бой дошел до второго раунда, где Хабибу удалось закончить его победой техническим нокаутом. После поединка Нурмагомедов выразил слова благодарности своему сопернику за то, что тот принял бой на коротком уведомлении и сказал, что будет готов выступить вновь не раньше осени этого года. Юбилейный 200-й турнир UFC в апреле пережил целый ряд перетрубаций. А все началось с того, что Конор МакГрегор отказался принимать участие в раскрутке этого турнира. Как казалось, тесный и взаимовыгодный союз руководства UFC и Конора МакГрегора дал трещину. После того, как последний отказался участвовать в раскрутке его боя против Нейта Дилсон в турнире UFC 200, общественность узнала о имеющихся подводных течениях между Конором и UFC и сообщения МакГрегора у себя в твиттере, где он написал, что собирается уйти в отставку молодым и которое поддержал его соперник по турниру Нейт Диас, заявивший, что также покидает спорт, потому как ему нечего делать в нем, если Конор завершил карьеру. Или спустя какое-то время появилось официальное заявление от бойца и руководства промоушена. Конор в своем заявил, что перед последним боем он слишком много уделил раскрутке поединка и в этот раз хотел бы больше сосредоточиться на подготовке к бою с Диасом. Но боссы UFC не пошли на поблажки своей главной звезде и решили снять с турнира МакГрегора, который, к слову, мог бы получить за этот бой 10 миллионов долларов. При этом Доно Уайт заявил, что постарается сохранить в карте UFC 200 бой с участием Нейта Диаса, а следующего боя МакГрегора стоит ждать где-то этим летом. Он подерется на UFC 201 или 202-203, сказал Уайт. Мы решим это. В итоге юбилейный 200-й турнир UFC после снятия боя МакГрегор Диас 2 призван возглавить бой-реванш между чемпионом UFC в полутяжелой весе Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом, который только в апреле на турнире UFC 197 после более чем годичного простоя, вызванного его проблемами с законом, смог выступить и одолеть Овенса Сенпрю, вышедшего на замену как раз Кормье. Турнир UFC 200 состоится 10 июля в Лас-Вегасе, США. Ну а главной новостью апреля у нас становится новость о следующем поединке последнего императора, который проведет свой бой в России. 17 июня в Санкт-Петербурге на 50-м турнире Fight Nights нас с вами ожидает очередной бой с участием легендарного Федора Емельяненко, чем соперником станет бразилец Фабио Мальдонадо. Фабио Мальдонадо хороший боец с хорошим послужным списком, заявил Федор. Если и проигрывал, то значимым соперником, сильнейшим бойцам. Я практически всю жизнь бился за границей и сейчас хотел бы больше проводить боев в России, если есть такая возможность, и радовать своих соотечественников. Думаю, я нахожусь в том положении, в котором имею право выбирать организацию, в которой хотел бы выступать. В свою очередь, личный тренер Мальдонадо Рикардо Либорио прокомментировал будущий бой против Федора. Мы не ждем этой встречи с надеждой на то, что перед нами окажется недостаточно сильный Федор Емельяненко, но мы точно знаем, что в ринг выйдет сильный Фабио Мальдонадо. Фабио провел последний бой в 2015 году, и все минувшие месяцы он постоянно и напряженно тренируется. У Мальдонадо очень хорошая боксерская база, и это очень важно. А судя по поединку Федора с Дэном Хендерсоном, русский боец не слишком хорошо держит удар, а потому в предстоящем бою наша команда всерьез рассчитывает на нокаут. Но это мы еще посмотрим, кто кого в нокаут отправит. А на данный момент у нас все. Спасибо, что смотрели. Всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!